Я видел, вы с этим разговаривали. Такой в красных наушниках был. Вы на наш канал заходили в Ютубе? Нет, на его канале я вас видел. Вот у нас в Ютубе есть канал, мы сейчас вам покажу, вот, открытым окном во свете Библии. Вот, и у нас также есть сайт и форум, то есть вот под этим же названием. Вот, а вот если вы ролик видели, вот Игнатий Тихонович Лапкин, который перед вами сидит, вот, мужчина. Нет, не видел. Не видели, да? И мы как раз, у нас канал, там более 13 тысяч видеороликов, у наших именно выставлено. Мы все всегда везде снимаем. И мы людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Есть ли у вас какие вопросы? Да, ну, как бы настолько много, что есть ли смысл. И, с другой стороны, и нету, потому что я, как бы уже, ну, я, не сказать, нашел, я, по крайней мере, нашел направление. Я уже не знаю. А что у вас за направление? Ну, я в итоге понял простую вещь, на самом деле, то, что все ответы, они уже во мне, внутри. И не надо мне ничего искать, нигде уже. Я уже наискался. И надо только теперь научиться эти ответы доставать. Ну, я вот, например, к Богу вот пришел, когда уверовал, что есть Бог-Создатель, в 26 лет. В 26 лет я жил как неверующий. И впервые мне в этот момент дали в руки Библию. Вот как раз в Библии, Святой Библии, я нашел на все свои вопросы-ответы. В чем заключается смысл человеческой жизни? У меня такой вопрос был. Для чего? И в чем она заключается? В том, что когда ты рождаешься мир, ты должен познать, кто такой Бог-Творец, узнать Его святую волю, исполнить Его, живя здесь на земле. То есть Его святые заповеди. Уверовать в то, что Господь послал в мир Сына Своей Неродного Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своей Неродного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А как это сделать? Для этого надо читать Слово Божие. То есть просто читать книгу, и все будет хорошо? Читать и взывать к Богу. Надо осознавать, что Господь говорит, кто... Как там сказано? Одним словом, надо верить, что Бог есть. Если ты в это веришь, то есть Бог. Потому что само по себе вся наша Вселенная не могла бы возникнуть. То есть ее кто-то сотворил. Вот этот кто-то мы узнаем именно через Библию. Кто он? Какое ее имя? Какое у него, как говорится, на наш план именно на эту всю жизнь? И что нас ждет в вечности после нашей смерти? Я пришел к тому, что я вот это вот как раз узнаю, о чем вы говорите. Но только не через Библию, не через Коран, не через буддизм. А все во мне уже. Вот в чем вопрос. И у вас такая же история. Вам не надо где-то что-то там искать, где-то там что-то делать. Вы поймите, что человек грешен. Он согрешает. А грехи... Да это комплекс навязанной вины, религия. Это только... Это раньше было для того, чтобы людей немного усмирить. Как бы животное стараться, чтобы напугать, держать в рамках. Сейчас это не актуально. Религия это нищие, извините меня. Надо идти дальше. Надо идти дальше, развиваться. Надо внутрь себя смотреть. Но вы так же умрете, как и каждый человек умрете. Вы же умрете. Умрете. А дальше? А дальше что? Никто не знает дальше. Да как не знает, когда сколько людей уже воскресло. Вот у нас в Барнауле, но это во всем мире известно. Зарядите, у стяжанина Клавдия. У нее документ. Профессор Нейрмор сделал операцию. Из морка вытащил Господь ее. И она еще жила где-то около 20 тысячам лет. А сын у нее в струне на священникам Андрюша. Я с ней два раза встречался. Она умерла во время операции. Не обмерла, а умерла. И на третий день, кажется, ее выписывать надо. Это в медицинской практике. Я такое читал. Это не личный случай. Вы зарядите и у стяжанина Клавдия. И увидите там полный объем работ. Все. И врачи что отмечают. И как она была раком больная. И как из мертвых ее Господь поднял. А то кто воскресел. Таких людей немало уже было. Господь через это показывает, что будет всеобщее воскресение. Как Лермонтов писал. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья. Он ждет. Он недоступен с бонус злата. И мысли и дела он знает наперед. Когда бы мы даже не сказали. А кто это знает? Бог. Как извините меня, конечно, вас жалко. Вам приходилось? Вы заперты. Заперты там внутри. И не хватает чего-то, чтобы осознать себя. Чтобы освободиться от этого мусора. Вы когда-нибудь хоронили близкого человека? Какой-то небольшой части, но ее не хватает. И так у большинства людей. Это еще называют, извините, бабский мост. Знаете, христиан сколько в мире сегодня, которые веру Христову исповедуют? Сколько в мире? Да много людей, что исповедуют. Два миллиарда. Два миллиарда. Два миллиарда. Два миллиарда мусульман, которые верят, что будет суд Божий. Не считая еще другие религии. А всего семь с половиной миллиардов. Вот вы если хоронили близкого человека. Близкого человека вам приходилось хоронить? Близкого человека? Ну, разумеется. Ну, и вы что думали около гроба близкого человека? Ну, есть у меня свои мысли насчет первоустройства. Вот, слушайте, я вам скажу кое-что, даже без Библии. Монтель, философ, говорил так. Отрицать Бога под звездным небом и у гроба ближнего может только явный преступник или идиот. Весь ответ. Ну, что он сказал, ну, что тут поделать? Он не просто сказал, это действительно так. Как Достоевский говорит, если Христос и истина противоположная, то лучше остаться со Христом, чем с истиной. Мы там не были, откуда вы знаете? Мы не были, Пушкина не видели, но мы знаем, что был, с Суворовым не были, знаем, что был по произведениям, которые Бог оставил через них. Вот, знаете, был... Вы понимаете, Господи, столько прошло лет, столько переписано, столько переврано. Был... Это же кошмар верить в какую-то книгу. Вы читали записки, которые делал путешественник Плутарх? Нет. Он говорит так. Я видел государства, у которых нет границ. Я видел города, у которых нет стен. Я встречал народы, у которых нет денежной системы. Но я нигде не встретил такого дикого и грубого народа, у которого не было бы веры в Бога. Ну, естественно, большинство людей, как бараны, они как бы хотят быть управляемыми, хотят что-то верить. Им сложно взять на себя ответственность за свою жизнь самим, как настоящим мужчинам. Знаете... Они не верят в какой-то... Я хочу спросить, вы знаете, сколько всего астронавтов было, космонавтов? Нет. Ну, я вам назову 249, и только два неверующих. Что это, бедные люди? Из лауреатов Нобелевской премии полтора процента неверующих. Это самые умные люди. А мы из себя возомнили что-то. Без Бога-то зачем жить-то? Это яма, лопухи. А когда человек верит, он торжествующе идет к Богу. Возьмите, у писателя Паустовского, Константина Константиновича. Сын говорит, папа, ну почему ты какое-то все время недовольный, как... А мама такая радостная. Он говорит, у мамы будущая встреча со Христом. А у меня кроме могилы ничего нету. Понимаете, мы в принципе идем одним путем. Ну, в смысле, к одной цели. А пути разные. У вас такое, у меня такое. Но я тоже к этому уйду. Я не говорю, что я там верующий или неверующий. Я это вообще все отбросил. Я стараюсь смотреть так, как есть. Ну, хорошо. Какая цель жизни вашей? Назовите. Ваша цель жизни. Вы говорите, одинаково все. Для чего живете? Ну, если по-простому и ближе по вашему языку, то я хочу просветлеть. Как Иисус, как Будда, как Кришна. Да Будда-то это человек. Он нирваны достиг. Это не Бог. Все люди. Ну, а дальше-то что? Просветление. Апостол Павел говорит, да нет просветления никакого без Бога. Он говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Утнавенесауглюс. Смерть несет плоды. Я вот все отдал. За мной пять тюрем, а мне 80 лет. Меня гнали, давили, морозили. Я за все получу от Бога награду. Я сам начальник детского лагеря. Без помощи государства. 45 лет. Тысячи детей подняли, ни рубля не дали. Кроме как давили. А ты чего? Для Бога. У нас главный розунг в лагере, лозунг был. Россия должна встать. Мойки, дети скандируют. Россия, это мы. Вы помогаете, это прекрасно. Но то, что вы им вкладываете при этом в голову, это... Знаете, без Бога Суворов говорит, не надо у битвы, никто не выходил. Генералиссимус. Это когда беда какая-то случается. Вот смотрите, когда Нордос захватили, и Путин, Владимир Владимирович, говорит, я впервые встал на колени перед иконами. Измолился, что делать. Никто не знает, что делать, только народу. Не знаю, вообще. Ни МЧС, никто не помогает. Я помолился, и Бог положил сделать вот так. Это он сам выступает. У меня вышло из книги 38 томов у меня книг вышло. Библиотеки Путина видели. Без Бога я бы ничего не сказал. Я говорю то, что жизненный опыт со Христом победа. Со Христом радость. Со Христом нет смерти. Все со Христом. Полное, абсолютно. Я сказал, что есть определенные мироустройства, которые мы пока не знаем, не понимаем. Есть энергия, которая, да, возможно, взаимодействует, помогает как-то. То есть, ну, не так драматично, как у вас. Это же абсурд. Знаете, вот вы о верующих судить не можете. Вы им не были. А я ваше положение знаю. Потому что я этим жил. Мне Бог все открыл. Я вернулся из армии. Добиваюсь сдать экзамены в мореходное училище. Три курса за год. По выбору комиссии. Английский, немецкий или французский. Все предметы. А внутри у меня пустота. Я не знаю, зачем я живу. И в этот год мне в руки попала Евангелие. Я встал с молитвы в первый раз. Бог наполнил меня радостью. А там не было ничего, кроме ямы. И вдруг я увидел там свет. Господь говорит, я предложил тебе благословение проклятия. Смерть и жизнь. Зачем тебе умирать? Я стал читать Библию. Я увидел. МММ, который Мавроди создавал. Ну, еще. Почему люди ведутся на это? Так он обманывал людей. А мы все отдаем свое. Что сравнили? Они еще с Мавроди... Он говорит, почему люди ведутся на это? Да потому и ведутся, что безбожники. Да. А нам Господь положил на сердце искать нуждающиеся в моей помощи. Всегда помогать. Близкие, дальние. На Украине там нужда была. У нас тут караван целый собирает, отсылает продукты и прочее. Почему? Я христианин. И этим сказано все. Я проехал с книгами своими от Владивостока до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию. И 650 городов подарил свои книги библиотеке. Королевские у Путина стоят. Почему? Я для Бога делаю это. Это книги написаны в пророческом духе. Православные. Патриарху подарены. А у вас какое понимание Бога? Вот он в каком виде? Вы сначала посмотрите наши ресурсы какие. Это я понял. Я не тупой. Если надо, я найду. Вы не найдете, если не запишите. Открытым оком? Я все найду. Вы мне скажите, как у вас Бог примерно представляет? Как вы Бога представляете? Его представлять нельзя. Он не объемен. Он нет в космическом пространстве. За миллиарды световых лет, где Бога нет, Бог везде. Его нельзя представлять. Он дух есть. Бог есть дух. О чем достается? И вот когда совпадает у нас видение, я так же представляю. Об этом подробно говорит Николай Васильевич Гоголь. Пишет толкование на литургию, что глупее нас был. Об этом Пушкин говорит. У него настольная книга была о Евангелии перед смертью. Путешествие Пилигрима. А мы кто тогда? Если Бог это все. Если Бога нет, то это никто. Лучше бы не родиться, чем родиться. Потому что за смертью только ад. Гиенна огненная. Все согрешили. Все решены славу Божией. Нет праведного, нет ни одного. Кто мы такие? Кто мы? Мы никто без Бога. А с Богом мы единица. Бог это все. И вы в том числе. Вы знаете, на выпускном экзамене Кармарс какое сочинение написал? Вот вы говорите, я буду знать. Я вам сейчас буду задавать по литературе вопросами. Ну, примерно 150. И ни на один не ответите. Скажите, Кармарс, известная личность, в 10 классе, на выпускном экзамене, какое сочинение написал, которое выставили на обозрение всему миру? Что он написал? Я, к сожалению, не знаю. А это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Господь говорит, я есть виноградарь, а вы в ветви. И он говорит, как ягодки соединенные вместе, так мы должны быть вместе. Он молодой был. У него вера была горячая. А потом сатана смехнул его. Куда пошел? Как нарисовали, интересно. Если человек, настоящий мужчина, если он человек перед собой честен в первую очередь, если он разумен, он будет делать вот эти все вещи, их не надо соблюдать догматически. Он не будет никого убивать. Или если можно, он это сделает. Но это будет человек сам, самым самодорожным. Сам он никто. Скажите. Никакая вера, никакие там религии. Ну вы это говорили уже. Скажите, Чарльз Дарвин, какую должность занимал? Кем он работал? Не в курсе. Церковный староста был. Церковный староста до самого последнего часа. Он говорит, я никогда не доказывал, что человек от обезьяны. Он показал только то, что бабочка, если она в Лондоне, она делается серой на стене. Я отрицательно отношусь к теории эволюции. Отрицательно. Я понимаю, что жизнь родилась не так, как они говорят. Я не знаю как. Но не так, как они говорят. Но мы с вами встретились уже хорошо. Мы вам сказали. Без Бога жизни нет. Без Бога ад ждет за смертью, сразу в огонь идет человек. Зачем вам убирать? Если вы детей, да и то детей даже не надо пугать. Ну зачем? Два миллиарда христиан живут две тысячи лет. Все мусульмане в это верят. А я не верю. Почему написано, добрый человек тянется к свету, дабы явно были дела его. А грешник, он не идет к свету. Бог ему не нужен. Он скрылся, и чтобы его не знали, не видели. Сколько разводов сегодня? Надежда Константиновна Крупская сказала, 17% национальная трагедия. А у нас их сегодня под 80. Что тут про это говорить-то? Заметьте, у мусульман в среднем семья имеет 8,1... У мусульман 8,1 ребенка. А у русских 1,8. Почему у нас так много разводов? Без Бога. За время перестройки 120 миллионов абортов сделали. Государство убили внутри утробы. И только один человек запретил. Рамзан Ахматович Кадыров. А почему так получилось? Без Бога. Я повторяю, без Бога. А верующие, вот у меня и маме 12 детей было у нас. И мы ни разу... Отец-инвалид без руки с войны был. И мы ни разу не слышали, чтобы они роптали на власть. Мы там мороженое, картошку собирали. И главное, 80 лет я еще ни одной таблетки не съел. И все учились, и все здоровые. Да, запас здоровья, конечно, хороший. Я вам отвечу на вопрос. В Библии так написано у Серахова. Помни о конце дней своих, и вовек не согрешишь. То есть, если ты будешь помнить, что там тебя после смерти ждет суд Божий, за все придется отвечать, за мысли, слова и движения, и вовек не согрешишь, то ты сознательно грешить не будешь. А если ты в это не веришь, ты будешь грешить, потому что ты в это не веришь. А суд все равно будет, потому что Господь живой. Я не собираюсь делать что-то из страха, получить что-то или не получить. Если я считаю нужным, я это буду делать. Нет. Это нормально. Вы на дороге боитесь нарушать. Почему? Потому что полиция стоит, она тебе отберет права. Без страха нигде ничего нет. Конечно. Все, и в армии везде страх. Прокуратура, суды нагоняют страх. И мы боимся землетрясения, радиации. Мы покрыты страхом. А я не боюсь, такого нету. Ну зачем смешивать? Я же не об этом говорил. Ну я об этом говорю. Написано начало мудрости, страх Господень. Притча Соломона 1.7. Вот если все отбросить, вот все, что написано, вот все, вот только вот вы остались, откуда вы бы все это взяли? Да ниоткуда. Неоткуда сама совесть подсказывает. Вот был такой проповедник, самый известный, Ян Златоуст. Слышали? Город Златоуст. И он и говорит, он патриарх. Вот мне говорят, вот твои прихожане, он пошли в пивнушку. Вот ты выучишь их, а они, он пошли в пивнушку. А вот есть неверующие хорошее. Он говорит, у верующих три причины быть добрым. Первая. Награда за добрые дела. Богом обещано. Вторая. Наказание адом Бог угрожает. И третья. Бог благодатью помогает. И несмотря на это, люди спотыкаются. Что есть люди верующие и неправильно ведут, это я знаю. А что неверующие, у которого ничего этого нет и правильно живет, этого я сказать не могу. Я считаю, это просто уровень осознанности человека. Понятно. Так, все, пока мы уходим. До свидания. Ну, хорошо. Всего вам. С Богом. Если пожелаете, вот по скайпу заходите на мое имя, фамилия, и мы там встретимся. Я понял, спасибо. Да поможет вам Господь найти веру Господнюю. Хотя бы стиль, что ли. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказом о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете ли послушать? Я тоже православный, давайте. Тоже православный. Ну, значит, вы должны знать, что у православных есть святая Библия, по которой надо жить. Вот такая Библия, иллюстрированная, да? Да. Но это не Библия, это, ну как, помощь дана. Для детей, в основном. Это для детей. Библия, вот она какая, посмотрите. Вот она. Подальше, подальше, не видно. Вот так. Это полная Библия православная, 77 книг. Вот, смотрите, я вам покажу. Вот это Библия. Тысяча страниц. Говорит. Да. А мне это досталось на службе, когда в кадетской служил. В Суворовском училище так. На службе досталось это, иллюстрированное. Мы сюда зашли людям рассказывать о Боге, то есть, если кто не знает о Боге, создатели, для чего вообще, в чем заключается смысл человеческой жизни? Вот вы можете ответить, в чем заключается смысл человеческой жизни вообще? Вот для себя хотя бы сможете ответить? Я думаю, про продлевание рода как-то, семьи. А зачем его продлевать этот род-то, как Толстой говорит? Зачем? Так и так все перемрем. Как Путин сказал, говорит, что они нас убьют, американцы-то, мы в рай пойдем, а вы все равно сдохнете здесь все. Передохните. В любом случае. Вы слышали, как Владимир Владимирович ответил? Нет, такого не слышал. Он на их угрозу ответил так, что нам атомные бомбы сбросят, мы в рай пойдем, мы невинные, нас убили. А вы здесь от атомной радиации все передохните. Угу, это да. Да. Президент-то верующий. Ну, это точно. Откуда сами? С Барнаула, Алтайский край. Угу. Покажи наши ресурсы. Также мы не только людям о Боге рассказываем, мы также у нас есть в Ютубе. Заходите. Открытым окном во свете Библии, это наш канал. Там более 13 тысяч наш... И я сейчас сохраню открытым оком во свете Библии. Сейчас я сохраню. Можете сразу себе, да, записать. Там у нас более 13 тысяч видеороликов, то есть много полезного для себя найдете. И также... Библия. И также под этим названием найдете сайт и форум. Если вы найдете с сайт и форум, поисковик. Вот точно та же выскочит. А если напишите в скайпе моё имя, фамилию... Игнатий Лапкин. Да, это я. Да, да, да. Это вот Игнатий Лапкин вот перед вами сидит. Всё правильно значит. Вы по скайпу можете меня найти, если пожелаете побеседовать. Ага, хорошо. Ну вы забудете, запишите. А он себе... Я ж почему, я ж сохранил. У меня ж вот я... Канал у вас, видите, Библия открытый оком. И у меня выскочила Игнатий, его фотографии. Ваши, да. У нас в моём мире 22 тысячи фотографий только. Ой, вон фотографии вижу. Он с Библиями тут. Сейчас я вот даже... Да, вот тут с красными тремя. Это им я... Господь позволил мне издать полный новый завет с толкованием и с иллюстрациями. Открытым оком, да, во свете Библии. Потом вот где-то тут с синей книжкой тоже конференция какая-то. Да. Было вот. Так что вот, всё, я открыл, не забуду. Это я выступал на конгрессе интеллигенции. Очень важное было собрание. Там лауреат Нобелевской премии был, жарец Лафёров. Ага. Ну, мы всё, уходим пока. До свидания с Богом. Бог помощь вам. Всё, да, до свидания. До свидания. Хорошего аппетита вам, Христе, Сыне Божий. Помилуй меня грешного. Ну, и что, давай рассказывай дальше. Причём. Рассказывай дальше, говорит. Рассказывай. Да нет, говорите, Игнатий. Мы, православные христиане, зашли вот на этот чат рулетка и увидели, сколько тут зла всякого. И решили возвестить людям путь спасения. Как выйти из этой беды? Что за наши грехи умер Господь Христос и зовёт всех к покаянию. Верующих в Сына Божия. Ну, это мы знаем. Мы это знаем. Ну, значит, надо исполнять. Ну, он ещё говорил о ворной проповеди. Да. Всё исполняет. Сейчас рулетка создана для возврата, как вам кажется. А для общения лицам. А тут нет общения. Вы половина людей голых видим только. Головы нету. В процентах восемь. А вы не смотрите. Да вы не смотрите. Да к нам смотреть, она мелькает. Так понятно, что такого нигде нет. Ну, и всё закрыло. Это же можно. Да кого закрывать-то? Они нас только увидят. Даже доли секунды нет. И скорее закрывают. Боятся. Вы староверы? Ну, и староверов. Мы православная церковь. Как это православная? А что такое православное? Ну, правильно. Славят Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот в этом заключается. Так значит, не староверы. Отцу и Сыну и Святому Духу. Это не староверы. Я говорю, мы староверов. То есть наши родители были староверы. Ну, а стали православными. Старобрядцы. Мы православные. У нас есть священцы. Сыну и Святому Духу. Да. Поэтому крестится с первопадцами. Да не по этому. Староверы крестят с двумя падцами. Да. Двумя перстами молился Сергий Радонежский. Да. Ну, старовер. Старовер. Он не верит к Святому Духу. Ну, да. Он не верит к Святому Духу. Да так князь Владимир крестился на два. На два перста молились. Князь Владимир еще в Бога не верил? Нет. Князь-то Владимир молился по перстям было? При князе Владимире-то? Это Никон на три перста перевернул? Три перста. Трои перстя пришло при Никон. Славиане Киевское великое княжество молились с трема перстями с самого начала. А уже при Петре I в 1615 году была произведена церковная реформа, реформа церковная. Староверские церкви начали верить в Отцу и Сыну Святому Духу и молиться вот так. Бороды побрели. Бороды побрели. Не про бороды. А кто такой Никон? Никон кто такой? Да такой же Никон. Ну какой патриарх Никон? Под себячину гнал. Ну он-то кто? Кто он был? Да по прошлым. Просто в религии по прошлым. А про Топопа-Вакуум кто? Вам вопрос такой. Про Топопа-Вакуум кто был? По-русски скажите, что такое церковь? Церковь это собрание верующих Господа нашего Иисуса Христа. Все правильно. Там где есть священство. Православное. Почему оно стало православным? Так теперь. А кто такой Протопопа-Вакуум? Я вам ответил на вопрос. Теперь вы ответьте. Протопопа-Вакуум кто? Мне интересно знать каких-то святых. Это раскол. Русское общество пополам раскололось. Оно мне интересно знать. Какие же мы после этого? А что такое русский? Что такое русский? Вот есть Николай Достоль. Поставили 10 серий. У него называется раскол. Вы все-таки посмотрите. Вы все-таки в них своих кумиров, своих авторитетов ссылаете. Вы мне на простой вопрос. Я уже ответил вам. Я ответил православие. Православие. Православная церковь. Я вам отвечаю. Вы слушайте внимательно. Скажите по-русски. Вы задаете вопросы. Вы никогда ничего знать не будете. Задаете вопросы, не слушаете. Да. Я то, что узнал, то я знаю. Вы задали вопрос. Теперь молчите. Я вам отвечаю. Слушайте. Православие означает, когда появились еретики Ариане, надо было показать. Мы от них отличаемся. Мы исповедуем святую и насущную, нераздельную Троицу. И Милетий так показал. Право славить. Правильно славить. Слава отцу. В дизантийской вертикальной патриархии право славить. То есть слово право славить Господа, Отца нашего Небесного. Вы трезвый мужик. Есть право верное. Было дано право верить мусульманам. Право верить. Не знает ничего. Плохо, что вы не слушаете. Я вам отвечаю. Слово православие появилось в апостольских правилах. Совсем нет. Это плохо, что вы слушать не умеете. Ничего не знать не будете никогда. А зачем? А зачем знать? Зачем вы крестец, Сыне Божий? Побил у меня грешного. А я ж не Путин. Чего вы на меня креститесь? Мир вам. Мы православные христиане. Людям рассказом о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете послушать? Давайте, давайте поговорим. Давайте, слушайте. Вы сами-то верующий человек? Нет, конечно, я же не идиот. Все на рулетку сошли. Всех неверующих враг согнал сюда. Раздетые, голые, показывают половые органы. Это ужасно. Это Россия. Покажи-то. Сейчас, одну минутку. Покажи ему, Паш. Что с ним? Он ни на ноль не садится. Это не вам. Я согласен, что такое поколение на нынешней России. Что с ними делать? Куда Гундяев смотрит? Как вы думаете? Мы сейчас побыли вот на этом же самом вертепе. В Америке, в Германии, в Беларуси. Везде одинаково. Вы мне сказки не рассказывайте. Я то же самое в этом вертепе, как и вы, варюсь в этой каше. А мы не варимся. Мы пришли проповедовать, чтобы люди не варились, познали Христа. Вот, это очень хорошо. А можно вот вам, скажем так, в какой-то степени духовным наставникам, хотя духовного наставника тяжело очень найти, ну, хотя бы интерактивно пару вопросов задать, если сможете ответить? А вы выслушать умеете? Умею. Да задайте и молчите, тогда получите ответ. Хорошо, задаю. Зачем Россия Крым забрала? И ваш патриарх всячески этому способствует? Патриарху. Патриарху. Так, мы не политику проповедуем, но скажем, Крым никогда не был другим, как русский. Он всегда был. Это Никита, говорит, по пьяной лавочке взял, отмахнул на рождение жены, и все. И никто за это не голосовал, потому что одна страна была. Крым никогда к Украине не принадлежал. Весь ответ. Народ пожелал тут быть, они вернулись домой. Тут все понятно. Относительно Донбасса вопрос другой. Я не за это. Я говорил сразу, не надо этого делать. А Крым, он всегда был русский. Вспомните, когда Никита Хрущев его отмолотил туда. Да кто он такой? Ну, ну. То есть то, что было раньше сделано, это не считается? Народ пожелал устранить эту ошибку, так скажем. Какой народ? Под дулами автомата? Никаких автоматов там не было, когда люди голосовали. Это видно было. Мы там проезжали. Я развозил у меня книги, есть, во всей библиотеке дарил. 38 томов. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы, православные христиане, опустились на это адово дно, вот на эту рулетку, чтобы людям рассказать о Христе. Вы желаете услышать? Нет. То есть, а вопросы можете ответить? За чего тогда живете? Да чего же вы? Я не знаю, Бог дал жизнь. А за чего дал, я не знаю. Значит, верите, что Бог дал жизнь-то? Ну, так. Бог дал жизнь. Мне говорят, вот, наша подлодка, когда уходит, а контр-адмирал стоит на берегу и говорит, ну, ребята, с Богом. А он спрашивает меня, сынок, говорит, так что он верующий? Я говорю, разберись сам. Когда приехали, там в Англии было. И меня, говорит, один спрашивает при Горбачеве. А он верующий, он говорит, вы послушайте, что он будет говорить. И он помянул Бога несколько раз. Я за слово Божие отбивал в тюрьмах. И в это время выступал Горбачев в программу. И он, я первый раз услышал такие слова. Он говорит, несметное сокровище развратили нас. У нас, говорит, пресной воды на душу тратится в 70 раз больше нормы. А там впервые было как откровение какое. А вы где находитесь? Город Барнаул. Алтайский край. У нас большие ресурсы, можете посмотреть. Это YouTube. Открытым оком во сети Библии. 13 тысяч роликов наших там. Мы строим с нуля православную деревню, где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать, ни лгать. И что, есть народ? Слава Богу, 27 лет уже существуем. Получили статус, получили землю. А разрушены сел в России 21 тысяча. И 10 тысяч еще на ладан дышат. Там 1-2 человека. Россия-то фактически никакая. Тут у нас выступала депутат законодательного собрания от КПРФ, Нина Данилова. Это не просто на карте исчезло название. Это землю теряем. Китай сколько там уже захватил? До Байкала. А сколько здесь сейчас в Москве, когда они там намаз совершали один раз, миллион 200 тысяч склонились одновременно, мужики. Москва-то уже не наша. Это можно понять. Почему? Потому что у мусульман в среднем на семье 8,1 ребенка. А у нас 1,8. Дмитрий Иванович Менделев говорил, к 2000 году у нас будет 650 миллионов. А теперь комсомольская правда пишет на развороте. Если бы большевики не победили в 17-м году, у нас бы было 650. Только за перестройку в России 120 миллионов абортов. Мы еще не понимаем, что делать, что без Божия, без Бога, страха Божия нет. А что нищету плодить? У нас отец, Тихон, вернулся с фронта, руки нету. И нас было 12-10 живых детей. 10. Понятно, какая беда. В план все забирали у нас. Мы собирали мороженую картошку, там весной где там лебеда, рыжих. И никто не болеет. Мне 80 лет, я еще таблетки не съел. А я 5 тюрем прошел, лагерь, за слово Божие. Только в 87-м освободился. А после этого я преподавал в 5 университетах, в 13 школах, во всех воинских частях в окрестностях, в отделах милиции, фабрики, заводы. Бог все дал. Почему? Дня не было, чтобы за мной не приезжали машины. Почему? Люди и жаждались. Вопрос можно? Да. Вот если вы зайдете на наши ресурсы, там вы найдете книгу «Для слова Божия нет уз». Обо мне там пишут два человека. Вам интересно это будет? Тогда чего жизнь дана? Жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы здесь, среди земных страданий, найти следы небесной красоты. Я вообще в этом ничего не понял. Я вот для чего человек живет? Апостол Павел говорит, и мы согласны. Он говорит, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Мы живем для Христа, прославить Его. А за гробом получить райские обители, которые Он обещал. А без Бога человек в ад идет, в огонь. Так это, а на земле это что, жизнь или ад? Что? На земле это жизнь или ад? А смотря то, как мы живем, то и устроили себе. Мы, например, верующие, вот у нас община в Барнауле, мы такой вопрос не задаем. Мы все братья и сестры. Каждый раз начинаем собрание после богослужения. Кто болеет, царшая сестра докладывает. Какая помощь нужна? Мы здесь уже в преддверии рая находимся. А вокруг нас кипит. Мы на это не смотрим. Идем, проповедуем. Я вот проповедовал. Начальник тюрьмы умел по-христиански. Следователь обратился, покаялся, крестился. Преступники становились за мной, ночью молились. Стали другими людьми. Почему? Бог. Благодать Духа Святого касалась сердца людей. А вы скажите, а Бог один или их несколько? Один в трех лицах. А Бог есть еще что-то? Бог один в трех лицах. Бог отец, Бог сын, Бог Дух Святой. То есть и три стуки единые. Почему и молятся трои персоны? А почему столько религий в мире? А не веря. Сатана попутал. А где самая справедливая религия? Христианство. А в христианстве православие. Потому что оно идет от апостольских времен. А баптисты, другие сектанты, от лютера 1517 год. У них нет священства. Без священства церкви нет. Они самозванцы. Ясно. Слушайте, а вы какая? Российская православная церковь? Российская православная церковь. Ясненько. А вот сейчас в Украине приняли томас. Это что такое? Это означает, дали автокефалию украинской церкви. Ее патриархия православная русская не давала. А теперь потеряли. Она Греция. Греция теперь, говорится, села. Потоки туда пошли. Денежные. А слушайте, это правильно или неправильно, что сделали автокефалию в Украине? Правильно сделали. Только не надо было грекам, грекам не надо было лезть. Когда просили у патриарха Кирилла, надо было сразу дать. Я в Москве был, не раз стучал в это. Дайте пока не поздно свободу людям. Ясно. Так вы это самое. Вы, если зайдете на наш сайт, вот это во свете Библии, сайт, вот сайт написано. Там мои книги. У меня 41 книга, 38 в бумажном варианте. И там я отвечаю на все вопросы. 4124 вопроса. Это политика, экономика, евреи, мусульмане. Согласно Слову Божию, согласно патристики, это 300 томов. Согласно жития святых, 12 томов. И согласно канонов, 719 правил. На каждый вопрос я отвечаю по 4 параметрам. Вам будет очень интересно. Ясно. А слушайте, а вот война на Донбассе. Как вы к этому относитесь и кто там виноват? Вы не в курсе? Крайне отрицательно. Мы об этом молимся. Нет, так это ясно. Я говорил с самого начала. Мое мнение. Там у них был чемпион мира по их боссинку Николай Леонов. И он там тоже связан с ним был. Я говорю, не надо этого делать. Оттуда надо выйти и больше не прикасаться. Да они не принадлежали ей города, как бы ни было, уже границы Украины. Не надо этого было делать. А теперь он поехал куда-то и ракеты прямо в них и их убил. Я говорю, ты не доживешь до 50 лет. Так и получилось. Вот мы у нас в армии все служат. Но на альтернативной основе наше оружие не берут. Мы воины мира. Ясно. Ладно, спасибо вам. Слава Иисусу Христу. Если у вас пожелание будет беседовать, мое фамилия и имя вот внизу. По скайпу находите. И мы с вами побеседуем. Хорошо, спасибо вам большое. Храни вас Господь. До свидания. До свидания. До свидания.